Здравствуйте! В эфире «Арсенал». С вами Арсений Светлов. Мы готовы сделать все для мира в Отечестве и безопасности в регионе. Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами Беларуси Александр Лукашенко. Наблюдая за ходом совместного белорусско-российского стратегического учения «Запад-2021». Активные учебно-боевые действия развернулись сразу на нескольких полигонах. Съемочные группы ВНТВ работали в том числе в боевых порядках войск. Наиболее значимые моменты в нашем полевом репортаже. Совместное стратегическое учение региональной группировки войск – экзамен с комплексным характером и высокой динамикой. Противостояние развернулось в небе, на земле, в воде и, как никогда ранее интенсивно, в информационном пространстве. Причем во всех плоскостях союзники доказали состоятельность своих аргументов – интеллектуальных, силовых, духовных. Нельзя расслабляться, учитывая опыт 41-го года, когда мы все утихомировались, всех успокаивали военным, не отвечая на провокации и прочее, а потом получили оглушительный удар, и практически Беларусь потеряли за пару-тройку месяцев. Они уже были под Смоленском. Вот история многому учит. Мы хотим быть заранее готовы, и суть этого – современное учение. Мы не нацеливаем свои ракеты на сопредельное государство. Наши самолеты не определяют цели для нанесения удара на их территории и прочее. Мы готовимся защищать свою землю. Яркий эпизод маневров – выполнение учебно-боевых задач стрелковым батальоном территориальных войск. Военно обязанные работают в населенном пункте, обороняют объекты инфраструктуры, ведут бои с незаконными вооруженными формированиями. Задействование территориальных войск – это на сегодняшний день для нашей страны, оно уже вплетено в процесс не только подготовки вооруженных сил, а вообще подготовки страны. Губернатор Брестской области, он уже откровенно говорит, 15 районов, каждый район был проверен. Радует, что уже нету сомнений и дрожи, что вот как, что это будет происходить, когда мы на начальном этапе 20 лет, кстати, как мы создали территориальную оборону, принято решение было нашим президентом Республики Беларусь. Так или иначе, каждому из белорусов надо уметь постоять за свой дом, семью, детей. Учение – своеобразный контрольный срез эффективности созданной системы защиты. Главой государства поставлена задача максимально нарастить мероприятия с практическим отмобилизованием, формированием территориальных войск. В этом году мы увеличили их количество практически в три раза по сравнению с предыдущим годом. Территориальные войска решают широкие спецзадач от охраны и обороны объектов, которые обеспечивают действие населения, до решения стремительных задач с вооруженными силами. На обуз Лесновском полигоне военнообязанные на этот раз не только восстановили навыки, но и обладели новыми тактическими приемами. Как отметил президент, территориальные войска с честью выполнили все учебно-боевые задачи. У меня есть три человека, которые служили у меня в подразделениях, когда я был командиром механизированного батальона. Практически 20 лет прошло. Встретить солдата и вновь опять им командовать дорогого стоит. Ну, во-первых, люди набрали жизненный опыт. А жизненный опыт для военнослужащих, запаса, им нужно ставить только конкретную задачу. Дальше они знают, как делать. Военные выбрали себе серьезного оппонента. Против союзников действует высокообученный, хорошо оснащенный неприятель. Он нападает одновременно с разных направлений, ведет подрывную деятельность, устраивает диверсии и террористические акты. Как и в большинстве конфликтов, противник широко применяет воздушные дроны. Особое внимание уделяем освоению новых способов, современных способов ведения вооруженной борьбы. На этих учениях мы впервые создали смешанные боевые порядки групп борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Безусловно, это мы сделали, исходя из анализа вооруженного конфликта на Горном Карабахе. Суть данного способа заключается в том, что в состав этих смешанных групп входят войсковая ПВО, общевойсковые части подразделения, подразделения радиоэлектронной борьбы, радиационно-химической и биологической защиты. И применение именно в таком составе комплексно данных подразделений позволяет наиболее эффективно решать задачи борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Учитывая разнородность применяемых сил, командование особое внимание обращает на сопряжение систем управления. От этого компонента зависит согласованность действий войск, оперативность принятия решений и реакции на изменение обстановки. Сократить дистанцию от мысли к действию позволяют передовые технологии. В этом отношении учение «Запад» — испытательная площадка для многих новинок. Это образцы вооружения и военной техники, которые уже разработаны Государственным военно-промышленным комитетом, приняты на вооружение в вооруженных силах. И осуществляется их плановая поставка в подразделения и воинские части вооруженных сил в соответствии с государственной программой вооружения. Особое внимание хочу обратить на комплексы аппаратные средств связи. Наш военно-промышленный комитет обеспечивает средствами связи как тактического уровня, так и оперативного, так и стратегического уровня. То есть и специальную часть, и шасси. Мы на этих учениях испытываем, проводим эксперименты новых образцов, современных образцов, перспективных образцов военно-специальной техники. Мы проверяем вот эту новую форму и методу, помню, что с учетом локальных военно-вооруженных опыт внедряем. Союзники при разработке техники идут смежными курсами. Многие современные образцы имеют у белорусскую и российскую составляющие. Тесная кооперация позволяет строить амбициозные планы. Мы ведем переговоры и планируем к поставке С-400. Мы уделили вопросам обороны и безопасности с Владимиром Владимировичем Путином очень много внимания. Ну, вообще, этот вопрос был вплетен во все вопросы. Слава Богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Противостоянием передовых технологий стала научение борьба за воздушное пространство. К примеру, летчики 61-й истребительной авиационной базы впервые работали на столь масштабных маневрах на комплексах Су-30СМ. Истребительная авиация, которая была представлена самолетами Су-30СМ Республики Беларусь, выполняла задачи по расчистке воздушного пространства и блокированию аэродрома с воздуха. Вообще, общий тактический эпизод подразумевал вывод из строя аэродрома базирования тактической авиации противника. В последующем ударная авиация в совместных группах тактического назначения Российской Федерации Республики Беларусь наносила авиационные удары по авиационной технике на открытых стоянках и в обваловании. Одна из особенностей данного эпизода – пилоты работают со своих аэродромов базирования. Это повышает значимость согласованности всех действий по времени и задачам. Авиация здесь выполняет свои задачи по прямому предназначению, то есть непосредственно авиационная поддержка наступающих войск, поражение противника в глубине и на переднем крае. При этом выполняются также задачи десантирования и эвакуация с поля боя. Одновременно в воздухе находятся самолеты и Российской Федерации вертолеты, и Республики Беларусь. Работаем тесно, плотно, никаких непониманий не возникает. Работа идет четко и слаженно. Яркий момент – воздушный бой в исполнении белорусских истребителей. Это сложнейший элемент подготовки пилотов. Итог встречи двух профессионалов в небе предсказать невозможно. Требуется высокая концентрация внимания, мастерство управления самолетом. Сложность воздушного боя, именно из современного истребительного воздушного боя, заключается в том, что изначально для этого нужно подойти к противнику. Самолеты могут быть с технологией стелс, соответственно, надо прицел наиболее мощный. Самолет У-30 позволяет обнаруживать многие вещи, видеть воздушное пространство переди себя. Соответственно, обнаружат самолет противника по прицелу, осуществляем визуальный поиск. Наиболее масштабный и жаркий этап – розыгрыш боя под Барановичами. Десантники, танкисты, артиллеристы, военные инженеры – подразделения сливаются в единый организм, управляемый штабом. На командных пунктах каждый маневр просчитывается до метра и секунды. С учетом последних трендов вооруженной борьбы. У нас проведена глубокая аналитическая работа нашим генеральным штабом. И, в общем-то, в сценарии или в легенде учения именно и заложены все эти риски. Мы поэтапно, рассматривая каждый элемент, основные вопросы, может, еще раз повторюсь, это было отражение наступления противника, стабилизация обстановки, удержание рубежа и нанесение контрудара, корт-атаки, восстановление положения по государственной границе нашего союзного государства. Интерес к «Западу-2021» огромен. Кроме представителей, средств массовой информации, желание понаблюдать за ходом маневров высказали военные атташи иностранных государств, аккредитованные при Министерстве обороны. Я наблюдал много танков, очень много, и они очень такие громкие. Но было интересно, как видеть, как они стреляли, и много бомбы. Это первое учение я наблюдал в Белоруссии. Да, мне нравилось, конечно, как военным. Я думаю, всем хорошо чувствовали себя, скажем так. Все открыто, все показывали. А здесь видно на этом, на факте, это обороны. Насыщенную обстановку создали и на полигоне Брестском. Здесь тоже решили обойтись без излишнего консерватизма, и первостепенное внимание уделили нейтрализации новых вызовов. При этом задачу для войск максимально усложнили. Танки и боевые машины пехоты на Брестском полигоне – картина непривычная. Все-таки это площадка подготовки десантных подразделений. Но одно из условий совместных маневров – войска должны быть по максимуму задействованы на незнакомой местности. Подразделения Гродницкой механизированной бригады плотным огнем встречают неприятеля. Он превосходит обороняющихся по численности. Задача гвардейцев – во что бы то ни стало остановить противника. Первыми его ряды вспоминает авиация. Это вертолеты Ми-24 и самолеты Як-130. Обстановка на полигоне очень динамичная. Механизированный батальон перегруппировался, предлагает вести оборону. Для проведения контрудара выдвигаются танковые подразделения. Здесь на полигоне сейчас очень жарко, а будет еще жарче. Белорусских мотострелков и танкистов поддерживают части Таманской дивизии. Тандемным огнем из всех орудий союзники останавливают неприятеля. Наблюдения в режиме онлайн ведут беспилотные аппараты. Не обходятся без поддержки дронов и подразделения сил специальных операций. Достоверная информация о местонахождении разведывательно-диверсионных групп позволяет точечно работать по неприятелю. Например, одна из банд спряталась на отдаленном острове реки Муховец. Разведчики провели рейд по освобождению территории. Возле берега внезапно появляется группа боевых пловцов. Она снимает охранение и отправляется на подготовку площадки для десантирования групп спецназа. Берег освобожден. Но чтобы разбить неприятеля, разведгрупп недостаточно. Задачу по преодолению водной преграды выполняют подразделения на БТР-80. Десантники перебрасывают силы для внезапного удара. На одном из участков местности обнаружено незаконное вооруженное формирование для его уничтожения. Выдвинулся десанта штурмовый батальон. Через несколько секунд в поле за моей спиной полетят тысячи боеприпасов. Десантники действуют очень быстро и напористо. Буквально за пять минут мы преодолели около километра. При том, что мишени за моей спиной продолжают падать. Складки вспыхивают очагами. Голубые береты союзных стран действуют как отдельными группами, так и в составе сводных подразделений. Ночной этап – массовое десантирование. Доставляет бойцов транспортная авиация. На Сахару, именно так называют полигон Брески, из-за рельефа высаживается тактический десант. Голубые береты из Казахстана, Белоруссии и России один за одним покидают самолеты Ил-76. Дальше выход к точкам сбора и взятие под контроль важных стратегических объектов. Выброска происходит на скорости 300 км в час с высоты 1500 метров. Первым действует российский спецназ. В составе «восьмерок» собирались в воздухе с дальнейшим приземлением на условный объект противника. Использовали парашютные системы специального назначения, управляемые «Арбалет-2». Выполняли комплекс тактики специальных задач. Всего порядка 200 военнослужащих шагнули в ночное небо. Но десантирование – лишь способ доставки голубых беретов к месту выполнения задачи. Сейчас это подготовка плацдарма для основных сил. Военнослужащие республики Казахстан впервые участвуют на таких крупных масштабных учениях совместно с Российской Федерацией и Республикой Белоруссии. Мы очень колоссальный, хороший опыт получаем. Мы родственные страны. У нас подготовка непосредственно по воздушной институтной подготовке. Они родственные. В принципе, никаких сложностей не было. Этот же способ перегруппировки используется и в дневных условиях. В небе одновременно 20 военно-транспортных крылатых машин Ил-76. Над полигоном Убреста раскрываются полтысячи белых куполов. Высадка прошла отлично. На самом деле, выбрались тоже, выпрыгнули кучно. Все хорошо, быстро отработали. В результате решительных действий региональной группировки войск противник разгромлен. Белорусско-российский тандем показал высочайшую совместимость и, как следствие, результативность. Работа всех звеньев огромного войскового организма по достоинству оценивается командованием. У нас продумана многоуровневая система поощрения личного состава. По большому счету, ни один участник учений не останется без поощрений. Что касается привлекаемых на учения военнослужащих из запаса, здесь подключаются органы местной власти, руководители предприятий, которые также участвуют в поощрении тех, кто честно выполнял свой воинский долг и задачи в ходе учений. Совместное стратегическое учение завершается на мажорной ноте. Концертом и пробегом боевой техники в честь Дня народного единства. Мы еще расскажем о том, как работали на маневрах службы обеспечения, как военные создали единое информационное пространство региональной группировки войск. Дата 17 сентября, как День народного единства, нравится не всем соседям. Помимо распространенного в Польше мифа о том, что не случись советского вторжения, Варшава смогла бы победить Германию. Существует еще и фейк о незаконности введения в 1939 году войск Красной Армии на территорию Западных Белоруссии и Украины. Но так ли это на самом деле? Тот, кто полагает, что нападение Гитлера для Польши было внезапным, глубоко ошибается. Варшава готовилась к противостоянию заблаговременно, правда, с другой целью. Уже 23 марта 1939 года началось мобилизационное развертывание войска польского. К сентябрю оно насчитывало полтора миллиона штыков. 30 августа армии и оперативные группы первого эшелона получили приказ занять исходное положение. Несколько ранее, в 19 часов 30 минут 29 августа, Берлин направил в Варшаве ультиматум, которым требовал возвратить Германию город Данцик и начать строительство экстерриториальной дороги через польский коридор до Восточной Пруссии. Поляки на ультиматум не ответили. Из книги американского исследователя Хенсона Болдуина «Сражения выигранные и проигранные. Новый взгляд на крупные военные компании Второй мировой войны». Они были горды и слишком самоуверенные, живя прошлым. Многие польские солдаты, пропитанные военным духом своего народа и своей традиционной ненавистью к немцам, говорили и мечтали о марше на Берлин. 1 сентября 1939-го заговорили пушки. В первые же сутки самолеты «Лифтваффе» уничтожили на аэродромах всю авиацию. Польские силы были рассечены на несколько частей, каждая из которых оказалась в полном окружении и не имела никакой общей боевой задачи. В этих условиях логичен был бы отход на рубеж реки Бук, где имелись крепости Модлин и Брест-Литовск. Здесь следовало закрепиться и задержать на 15 суток немецкий Блицкрик. Именно столько времени требовалось Франции для мобилизации армии и открытия Второго фронта на Западе. Но главнокомандующий войском польским маршал Рид Смиглы, который должен был везти одетых в сталь и броню польских желлежей на рейн, уже 3 сентября отдал другой приказ. В связи со сложившейся обстановкой и комплексом проблем следует ориентировать ось отхода наших вооруженных сил не просто на восток в сторону враждебной России, а на юго-восток в сторону союзной нам Румынии и благоприятно относящейся к Польше-Венгрии. Маршал Рид Смиглы. Уже 12 сентября начальник генерального штаба сухопутных войск Германии Франц Гальдер записал в своем дневнике начался переход польских кадровых солдат в Румынию. Тем временем 14 сентября Гудрян взял Брест, 15-го – Белосток и Кобрин. Немецкая авиация наносила удары погродно Лиде Барановичам. Гибли мирные люди. Возникла реальная угроза для 4 миллионов белорусов оказаться под фашистской оккупацией уже в 1939 году. Ранним утром 17 сентября заместитель наркома иностранных дел Потемкин вручил польскому послу в Москве Гржебовскому ноту, которая говорилась о том, что в ходе военных операций Польша потеряла все свои промышленные районы и культурные центры. Это означает, что государство фактически перестало существовать. Тем самым прекратили свои действия и договоры СССР и Польши, в том числе Рижский мирный договор 1921 года и Советский польский договор о ненападении 1932 года. Сегодня в Варшаве говорят о том, что таким образом Советский Союз грубо нарушил международные права. Но это совсем не так. Из интервью газете СБ «Беларусь сегодня» Александра Дюкова, директора фонда «Историческая память. Россия». В международном праве действует доктрина ребус секстантибус – предостережение о сохранении силы договора лишь при неизменном положении вещей. Польша потерпела сокрушительное поражение в войне с Германией. Польские войска были разгромлены. В этой ситуации ранее подписанные советско-польские договоры теряли свою силу, о чем советское правительство и уведомило 17 сентября польского посла в Москве. Требуемые нормы международного права Кремлем были соблюдены. Введение советских войск на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии не нарушало принятых на себя Советским Союзом международных обязательств. Следует также добавить, что СССР не мог безразлично относиться к тому, что единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошены на произвол судьбы и остались беззащитными. 17 сентября 1939 года войска перешли рубежи. Началось освобождение от польской оккупации. Встречали солдат с ликованием, возводились триумфальные арки, которые украшали цветами и красными флагами. Пришли свои. Вместе с тем прокатилась и волна стихийных расправ над осадниками и помещиками. Степень ненависти была такова, что пришлось брать панов под охрану. В некоторых местах местные жители не стали ждать красноармейцев, а поднимали восстание против угнетателей. Так в городе Скидель 17 сентября рабочие и крестьяне из соседних деревень разоружили и арестовали полицейских, офицеров и осадников. Восставшие заняли почту, управу гмины, железнодорожную станцию, вывесили красные флаги, захватили мост через Неман и удерживали его в течение четырех дней до подхода к Красной Армии. Но люди не имели достаточно оружия. Полиции, прибывшие из Бреста отряд пилсутчиков, сумели рассеять восставших и частично взять в плен. Начались расстрелы. Из исследования историка Николая Малишевского перед расстрелом издевались. Выкалывали глаза, резали языки, ломали прикладами пальца на руках. Всех согнали у православной церкви, заставляли целовать землю и при этом кричали «То земля наша, польская, вам на ней не жить!» Казнить всех не успели. Скиделю подошел передовой дозор советской воинской части на двух легких танках. Командир дозора быстро раздал местным жителям оружие. И сегодня в Польше с обидой говорят о том, что местные крестьяне устроили над карателем и скидили расправу. А что вы хотели? Как аукнется, так и откликнется. К концу сентября Красная Армия вышла на линию Керзена, международную признанную границу на востоке. Ни одной пяди польских земель войска не заняли. Из письма премьер-министра Великобритании Ллойд Джорджа, польскому послу в Лондоне. Русские армии вошли на территории, которые не являются польскими и которые были аннексированы Польшей силой после Первой мировой войны. Для народа Беларуси наступил час торжества справедливости. Разделенная нация получила исторический шанс объединиться в одном государстве. Этот шанс мог быть реализован только на Народном собрании. Только Вече могло принять или не принять решение о национализации крупной промышленности, ликвидации помещичей собственности на землю и, главное, о вхождении Западной Беларуси в состав БССР и СССР. С 28 по 30 октября в Белостоке состоялось Народное собрание. Оно приняло декларацию об установлении советской власти на всей территории Западной Беларуси, о вхождении ее в состав СССР и БССР. 14 ноября внеочередная сессия Верховного Совета БССР приняла закон о воссоединении великого белорусского народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова